всем привет привет дорогие мои время пол пятого утра я иду навстречу есть такая программа бла бла кар меня брат научил рассказал все показал и по ней можно заказывать себе машину грубо ряды как попутчик не то что заказываешь ты это залазишь говоришь что ты такого-то числа такое то время хочешь поехать как я в москву и ищешь если кто-то с заявками кто едет в москву получается водитель едет в москву но по своим делам до человек едет в москву машине и берет с собой попутчиков от 1 до 3 человек и вам по пути ты получается ты ему платишь небольшую сумму от 150 рублей до 250 рублей вот из колоб на москву и едешь куда тебе надо мне конечно поезд бесплатный на электричке но сегодня понедельник и первые электрички мы однажды ездили с иваном так там непонятно что творится и люди злые тот раз мужчина начал локтями толкаться а в этот раз я вообще одна буду у меня рюкзак и сумка для это все положить надо будет это надо быть очень очень все небезопасно люди у нас агрессивные злые нетерпимых друг другу поэтому я побоялась ехать а фирменный поезд он идет гораздо позже получается в то время когда я уже должна быть там в мониках поэтому брат тут меня заказал но как западал заявку и мы нашли человека кто едет и таких как я трое вот ну ладно передохнул я думал что сумки легкие будут как все нормально нет как-то я так устал вроде она легкая но я прям устал уже тащить но мне немножко остался до конца дома и там меня заберут два с половиной часа езды укачала меня сильно прям тошнит ужас как приехала я уже на таганку вот переди таганочка время по 8 утра в общем объятия метро меня ждут еще плохо было от того что у меня призы к людям мы когда знаете что вы будете в каком-то стеснутом помещении вот мы ехали машине четвером и села девушка она на себя вылила по флакону духов это сладкий запах я понимаю что они дорогие хорошие духи я знаю этот запах но когда его много и ты с людьми находишься в закрытом помещении долгое время но это это убийственно мне хотелось вот чтобы все таки изменя что-то вылилось и прям на нее что вот ей вот как бы вот по кайфу было тоже поэтому задумывайтесь когда вы поливаете на себя полфлакона что рядом с вами еще люди ну ладно побежал я в метро и дальше уже себе в больницу я нахожусь на таганке на кольцевой именно кольцевую проспект мера поэтому ехать недолго одеваю маску сейчас одену перчатки и побегу я уже прибыла своей любимой моники в клинику ставит очередь если видно впереди меня храм и рядом с храмом приемный покой сейчас пойду приемный покой не знаю туда мне туда очень подо оформляться а дальше значит дальше не знаю прием покой примут меня нет еще ничего не знаю знаешь там три моники больше ничего не знаю списках я слава богу есть иду делать и рентген это называется пройти все круги ада и не сдаться в общем направили меня на восьмой этаж с восьмого этажа направили меня на пятый этаж с пятого этажа на четвертый этаж 4 опять на восьмой потом выяснилось что надо еще открыть квоту сейчас я опять иду приемный покой надеюсь что когда-нибудь это закончится дорогие мои я уже нахожусь в палате время прошло достаточно много я разложилась какие-то организационные моменты были потом вдохнула сейчас более-менее пришла в себя решила вам все-таки до конца все рассказать на чем я остановилась я уже не помню наверно как я сдала рентген в общем сдала рентген и потом часа два до без малого ровно два часа ждала результат анализа там приемном покое затем не отправили кабинет где оформляет документы там оформлены документы и на микрофон обусе мне уже привезли сюда мы здесь тоже было все организовано врач меня уже ждал врач в коридоре я еще даже не ушла в палату забрал мои документы все анализы начал мне оформлять потом старшими сами все рассказала оформила меня в палату дальше у меня взялись вены с одной веной не получилось второй получилось зале кровь нарезать фактор группа крови что-то еще в общем две проверки и я ходила еще делала и кг сдавала потом со мной общался анестезиолог по поводу операции потом уже мой врач со мной общался подписываем документы в общем очень много организационных вопросов что под итог то что завтра 7 30 утра у меня операция и после этой операции сутки я нахожусь в анимации потом меня уже привозят обратно сюда в палату как называется моя операция до конца не изучила в общем смысл того что будет отрезать часть желудка это самое главное что понятно переживаю волнуйся немножко вечером хотели сделать успокаивающий укол снотворное я показал что меня есть таблетки снотворные и мне сказали что туда пойдут эти таблетки поэтому нормально все ну все в принципе плакать и рыдать не буду уже вчера наплакались хватит может быть вечером конечно сплакну сама себе но не буду всех люблю всех целую всем пока пока